В Хорватии после три игры сейчас будет полный стадион. Футболисты долго в Хорватии не играли перед полным стадионом, поэтому получили запрет УФ. Но сейчас все знают, что это очень важно играть в Хорватии, то есть за Украину. Я знаю одно, что Хорватия будет играть на победу с первых минуток. Дома всегда выиграем атакующий футбол. Поэтому я хочу, чтобы Хорватия выиграла и вместе с Украиной попала на чемпионат мира. Я разговаривал, но это не секрет. У меня фаворит группы, которая играет в Украине. О, Хорватия. Но все равно я буду болеть за Украину, чтобы попала на чемпионат мира. Будет тяжело в Украине. Будет тяжело, поэтому, я говорю, в Хорватии дома очень хорошо играет. Но все-таки надо и уважать команду Украины. Мы уже играли с ними два раза. Несколько лет назад два раза нечусь играли, поэтому... Я знаю, что Хорватия с уважением относится к Украине, их тренерского штаба и футболистам. Какие самые сейчас перспективные хорватские футболисты молодые, если говорить о молодых игроках? Пьяца? Ну, Пьяца, Ковачич, Брозович. Вы знаете, Хорватия – это страна, где рождаются всегда хорошие футболисты, ганболисты, бас-футболисты, футболная страна. Поэтому в Хорватии всегда будут футболисты, не переживайте. А как вам сборная Украины при Шевченко? Как изменения? Что можете оценить, как эту команду? Ну, изменения есть. Но вы знаете, что каждый тренер зависит от результата. Поэтому я очень сильно люблю и уважаю Шевченко. Я желаю только хорошего результата. Я надеюсь, что украине будет хороший результат. Я буду болеть за них после Хорватии. Продолжение следует...